Крыши текут, дома разваливаются, дороги разбиты, коммунальные службы выполнять свои обязанности не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Без крыши, над головой, жители многоэтажки на потоке страдают от мощнейших потопов. Утром был дождь, смотрите, что там творится. Это сегодня? Да. Она всю ночь убирала воду, сегодня утром у нее все, подоконник у нее весь испорченный, все это. Одни рискуют жизнью, другие своим авто. Жители канатного проезда возмущены опасной переправой. Трещины идут. Мост в ужасном состоянии, если спуститься ниже, там все опорные сваи уже в аварийном состоянии, он может завалиться. Жители многоквартирного дома на потоке наконец заждались капитального ремонта кровли. Обрадовали, что топить проливными дождями больше не будет. Однако в процессе ремонта кровли произошло уже два масштабных потопа. Вот видите, вот это все заливалось у нас с крыши. Представляете, все с крыши заливалось. Дождевое море в подъезде и квартирах пятого этажа. У жителей многоэтажного дома на потоке ночка выдалась крайне мокрой. Обрушились ливневые дожди. А крыши над головой не оказалось. Подрядная организация приступила к капитальному ремонту кровли. Сняла старую, а новую еще не обустроила. Результат налицо. Девочка дала мне ключ, приехала в обед. Уходила утром. У нее было прекрасно дома. Утром был дождь. Смотрите, что там творится. Это сегодня? Да. Она всю ночь убирала воду. Сегодня вот утром у нее все. Подоконник у нее весь испорченный. Дождевой пузырь в натяжном потолке. Линолеума царелло. Обои отходят. От свежего ремонта ничего не осталось. Ущерб на десятки тысяч рублей. Причем не только в одной квартире пятого этажа. Мы собирали воду. Вот видите, вот она, полоса даже осталась, как кирали. Вот она. Вот она. Все лилось вот здесь. Крыша многоквартирного дома давно находилась в аварийном состоянии. Жители пятого этажа собирали тазиками дождевую воду регулярно. Однако в этом году кровлю начали ремонтировать за счет средств фонда капитального ремонта. Люди обрадовались, мол, теперь забудут про сырость и влажность. Однако они и не знали, что все только началось. Все, крышу открыли и все. Ну вот вы понимаете, она была, ну она и сейчас, что она, что они там доски, там же железа нет. Вот и, пожалуйста, результат. Там не то, что голая крыша, а там просто она раньше была такая плоская, наплавляемая, на нее раньше поставили шатер. Мы теперь этот шатер сняли, а старая вот рубероидом сделала, она осталась. Такого, что содрали всю крышу и ничего там нет, там такого нет. То есть даже если целлофаном накрыть всю эту крышу, просто с целлофана некуда в воде уйти. Там по периметру залить монолитный пояс. Просто физически ничего не делаешь. Подрядная организация будет компенсировать затраты на ремонт? Да, конечно. Коммунальные юристы советуют жильцам, если их не устроит сумма компенсации, привлечь эксперта-оценщика. Оценочные организации могут быть привлечены в досудебном порядке. Ну любая, в общем-то, какая потребителю больше понравится, какую они там найдут, какую сами решат. Может быть, кто-то знакомый подскажет. Все, они выходят на место, смотрят акт, осматривают еще раз повторно. Потому что есть еще понятие подсыхания. То есть влажное пятно может быть и не видно. А через несколько дней оно подсыхает, начинает образовываться другого цвета, желтеет или меняет цвет и так далее. Оно становится более видимым. И оценщик уже на месте осматривает еще раз, смотрит, в дальнейшем составляет смету, прикладывает фотографии, делает заключение. Все, рассчитывает сумму, которая подлежит выплате для того, чтобы полностью восполнить тот вред, который был причинен. А между тем, по графику крышу должны обустроить к концу ноября. Подрядчик, конечно, заверяет, что это произойдет гораздо раньше. Но в любом случае жителям пятого этажа придется пережить еще не один потоп. Сезон осенних дождей только-только стартовал. Автомобильная и пешеходная переправа через реку Барнауку в аварийном состоянии уже более 10 лет. Машины оставляют здесь подвеску, люди рискуют здоровьем и даже жизнью. Мост настолько изношен, что может рухнуть в любой момент. Огромные ямы, отсутствие перил. Мост на Канатном уже давно в черном списке у таксистов. Они отказываются сюда приезжать по понятным причинам. Переправа давно нуждается во внимании. Мост в таком состоянии уже более 10 лет. Если спуститься ниже, там все опорные сваи уже в аварийном состоянии, он может завалиться. Что там находится внизу, мало кто знает. И даже визуально сверху этот мост в ужасном состоянии. Местные жители неоднократно обращались в администрацию города, а также центрального района. С ремонтом там не помогли, но установили знаки. Кирпичи и проход запрещен. Но со временем знаки исчезли. Люди вновь начали ходить и ездить по опасному мосту. По этому мосту, скажем так, очень неудобно ездить, потому что ямы. И каждый раз рискуешь попасть колесом в этот провал. То есть, если я попаду, то кто будет отвечать за этот ремонт, непонятно. И ты на свой страх и риск всегда объезжаешь. Особенно в темноте или зимой после снега. То есть, очень неудобно и опасно ездить. А есть ли альтернативы, где можно проехать? Ну, во многие места альтернатива есть только в окружную. Это очень далеко, очень неудобно. По мосту ежедневно ходят десятки человек. Взрослые идут на работу, дети в школу. Высота приличная. Одно неосторожное движение, им можно упасть. Жители и наш телеканал направляем официальный запрос в администрацию города с просьбой решить проблему, а не надеяться на авось. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала Толк, пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok